Лесные пожары на территории республики собираются тушить с помощью искусственных осадков. С конца прошлой недели количество пожаров в регионе снизилось, однако площадь, охваченная огнем, остается на прежнем уровне. Больше всего леса горят на территории Вилюйского района. Подробнее о ситуации расскажет Виталий Абрамов. На сегодняшний день на территории республики действует 11 лесных пожаров. На общей площади 18 тысяч гектар. Сложная ситуация продолжает сохраняться в Вилюйском улусе, где горит 3 тысячи гектар леса. Со стихией борются свыше 400 человек и более 20 единиц техники. Все превентивные мероприятия по защите населенных пунктов выполняются, находятся на контроле главного управления и комиссии по чрезвычайным ситуациям республики Саха-Якутия. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики, социально значимым объектам в настоящее время нет. За выходные превышенный борт самолета-амфибии МЧС сбросил более 140 тонн воды. Выполнили два вылета в район Вилюйского улуса. Выполнили 22 забора воды. Соответственно, 22 сброса с почти 150 тонн воды было слито. Пожары, которые приближались к населенным пунктам, немножко приостановили. Ну и по всей вероятности погода нам поможет. Пожар должен быть локализован и потушен. Тем не менее, силы потушению продолжают наращивать. Прибывшие специалисты авиалисохраны практически все направлены в Вилюйский район. Также ожидается прибытие еще 14 специалистов с 5 тоннами взрывчатки для прокладки минерализованных полос. А также новая для нашей республики методика – искусственный вызов осадков с помощью йодистого серебра. Мы надеемся, что она будет эффективно использоваться. Поэтому впервые в этом году были использованы в Иркутской области. И вот второй раз к нам. В Иркутской области говорят, что правильно использовали и вызвали хороший осадок. И после этого практически лесные пожары в Иркутской области были ликвидированы. Для этого будет использоваться самолет Ан-26, оснащенный специальным подвесным оборудованием «Веер», содержащий пиропатроны. К работе он должен приступить до конца рабочей недели.